Пожар после утреннего взрыва на заводе удалось ликвидировать примерно через час после первого сообщения о ЧП. На данный момент известно о троих погибших, еще троих найти не могут. Пятеро получили тяжелые ранения. Одну из сотрудниц с сильнейшими ожогами экстренно доставили в Нижний Новгород. Девушка 84-го года рождения действительно доставлена сюда, в Нижний Новгород, в университетскую клинику, в федеральный ожоговый центр. Сейчас ей занимаются врачи отделения реанимации и интенсивной терапии. Состояние тяжелое, действительно, серьезные травмы, 80% тела поражено ожогами, тяжелейший ожоговый шок. Но для наших докторов это не единственный опыт. Были уже такие случаи тяжелые пациенты из других регионов России, поэтому постараются сделать все возможное, чтобы поставить этот пациент на ноги. Еще четверо пострадавших, по нашим данным, находятся в больнице Дзержинска. Вопрос об их транспортировке пока не поднимался, но если что, наша клиника готова их тоже принять. Взрыв на заводе имени Свердлова произошел в здании по утилизации мин. Еще по одной информации, ЧП случилось в цеху по производству взрывчатки, после чего вспыхнул большой пожар на площади около 100 квадратных метров. На место незамедлительно начали прибывать все экстренные службы. Хлопок-то все давно слышали? Слышали, потом видели скорые, без конца ехали, тут пожарные. На ситуации в целом в городе спокойно. Говорят, что по городу ездят машины с громкоговорителями. Говорят, что угрозы пожара нет, взрыва нет. Угрозы для жизни и здоровья граждан нет. На самой территории завода Свердлова стоит военная полиция, ездит машина МЧС скорой помощи. При получении информации о происшествии на заводе Свердлова пожарно-спасательное подразделение убыли по рангу пожара номер 3. Созданной группировки сил и средств достаточно. На месте работают в Рио начальника главного управления генерал-майор Синьпок. Работы продолжаются. Родственникам сотрудников завода весь день пришлось изрядно понервничать. Люди просто не могли получить никакой информации от официальных представителей оборонного предприятия. Кто погиб, кто пострадал и что все-таки случилось на самом деле. На месте ЧП продолжают работать экстренные службы. В ситуации произошедшего сейчас разбираются все заинтересованные структуры, а также руководство Нижегородской области. Следственный комитет проводит проверку, однако осмотр места происшествия затруднен в связи с продолжающимися работами, проводилми сотрудниками МЧС по ликвидации последствий. Сотрудники регионального Роспотребнадзора берут заборы воздуха у жилых домов, расположенных рядом со стратегическим объектом. Пробы воздуха в норме.